Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По данным Кировстата, в Кирове за каждую семью в месяц бюджет доплачивает примерно 1800 рублей. Самая большая сумма в Слободском – 2200, минимальная – 555 в Немском районе. Программа Экономика. К улучшению капремонта в Кирове привлекут судебных приставов. Об этом в интервью «Бизнес новостям» рассказал спикер УЗС Геннадий Коновалов, говоря о сложностях в работе фонда капремонта. Он отметил, что 44-й ФЗ о госзакупках часто не позволяет выбирать достойных подрядчиков. Заявляясь на конкурс, многие компании не имеют опыта и подходящих кадров и техники, а после выполнения контракта компания исчезает. Фонд подает в суд, тратя деньги налогоплательщиков еще и на процесс, но взыскивать не с кого. Помочь в этом предложили кировские судебные приставы на коллегии 11 марта, рассказал Коновалов. У них появились функции оперативно-розыскной деятельности. ВТП назвала «Бизнес события февраля». Это достижение двух кировских компаний, которые набрали одинаковое количество голосов экспертной комиссии Вятской торгово-промышленной палаты. Художественная мастерская «Азимут» победила в конкурсе российского подразделения «Алиэкспресс» и получила миллион рублей на развитие бизнеса. Таким же значимым событием, по мнению экспертов, стало открытие площадки для круглогодичных занятий пляжным волейболом, теннисом, волейплей. Впервые премию «Бизнес события» вручили двум компаниям. Также определен победитель народного голосования, который проводится в издании «Бизнес новости». Здесь наибольшее впечатление на участников голосования тоже произвел Центр пляжных видов спорта с открытием своей площадки. Стать участником премии могут все желающие. Заявки можно оставлять на сайте businessdefizsобытия.rf В завершении валютах доллар сегодня 73,20 и курс евро 87,35 рубля. Ольга Балезина, новости экономики в Киеве.